Вместо миллиона деревьев сотни сухостоев. В этом году количество мертвых насаждений на улицах города удивило даже биологов. Погибла не парочка кустов, а целые аллеи. Общественники уверены, причина кроется не в погодных изменениях или возрасте деревьев, а в неправильной обрезке. Правда, в мэрии с ними не согласны. Подробности в сюжете о Левтины Сасовой. Снег стремительно на самом деле лысеет. И это факт, его можно легко проверить по спутниковым снимкам. Трава должна быть зеленая, а деревья с листьями и целой кроной. Общественник Евгений Сухарев несколько лет твердит эту простую истину на каждом углу, в том числе и в стенах администрации. Но из года в год видит, как обрезчики уродуют целые кварталы. По словам мужчины, в этом году от их рук погиб десяток деревьев на улице юности. Поставили от полноценного дерева, высокого столб, где-то 3-4 метра высотой. Это очень сильно ослабляет деревья, такая обрезка, тем более, что деревья и так уже были в возрасте. По словам общественника, правильная обрезка даже незаметна для обычного обывателя. При ней деревья не калечат, а лишь немного подравнивают их крону. Специалист удивляется. Вроде и нормы все давно разработали и приняли, а подрядчикам до сих пор продолжают платить за изуродование родного города. Объясняют, что таким образом получается избавиться от аварийных якобы деревьев. Это делают для уменьшения парусности крона. На самом деле, просто службы зарабатывают таким образом деньги. Экономика так работает. То есть, до тех пор, пока у них есть работа, они и существуют. А работа у них есть каждый год. Причем и оплачивают ее хорошо. Так, на сайте госзакупок разместили тендер на омолаживающую и санитарную обрезку наслаждений около электросетей. Цена за одно варьируется от 200 рублей до почти 10 тысяч, в зависимости от диаметра ствола и породы дерева. Причем за тополя подрядчики берут в разы больше. Правда, результаты этих услуг не всегда устраивают красноярцев. Ну, они красивые, их снести, новые надо посадить. Потому что это, ой, очень давно-давно садили деревья. Проблема обрезанных сухостоев касается далеко не одной улицы. Вот, например, на Вавилово высохла целая аллея. Идешь 5, 10, 20 метров, а вокруг только мертвые деревья. Такая гоблинская аллея, как ее в шутку называют общественники. Местные хотят, чтобы сухостои убрали как можно быстрее. Ведь такие деревья становятся не просто некрасивыми, но и аварийно опасными. Сигнальчик подавали. Одно упало прям дерево. Это еще в прошлом году была, вот детская площадка. То, что количество сухостоев в городе выросло, заметили даже специалисты-биологи. По их мнению, одна из причин такого печального зрелища – как раз неправильная обрезка. Мы уверены, что эта обрезка сокращает жизнь растений, деревьев, в первую очередь, в два или в три раза. Иммунитет дерева падает практически до нуля. И дальше уже начинаются грибковые, бактериальные заболевания. И это очень сильно ослабляет деревья. Еще одна причина – соль, которую зимой сыплют на дороге, а потом вместе со снегом скидывают на обочину. Но здоровые деревья еще справляются с едкой химией. Ослабленные же умирают. В администрации города обрезку называют лишь сопутствующим, а не основным фактором гибели зеленого хозяйства. Основной причиной усыхания деревьев стала климатическая особенность 22-го года, когда резко пришло тепло, а потом вернулись заморозки. Это подтверждают и специалисты института леса. Мы признаем, что проблемы с обрезкой в городе Красноярске все-таки существуют. Именно чтобы меньше было таких случаев, в городе приняты обязательные к исполнению правила обрезки деревьев. За неправильную обрезку подрядчикам могут выписать штрафы до 100 тысяч рублей. Но пока, как мы видим, санкции с пятью нулями не очень-то их пугают. Да и никакие деньги не смогут вернуть городу многолетние деревья с красивой зеленой кроной. Оливтина Сасова, Эдуард Баглай, 7 канал.